Следующий вопрос. Сунниты постоянно спрашивают, почему шииты клевещут на Ишу. Это на самом деле довольно-таки интересный вопрос. То есть вопрос о том, почему шииты клевещут на Ишу. И очень часто можно встретить в речах, в проповедях некоторых суннистских деятелей. И в особенности, в первую очередь, это ваххабитские, салафитские проповедники, которые говорят, что шииты клевещут на нашу мать Аишу. Что шииты наговаривают на нашу мать Аишу. Здесь возникает вопрос, о чем идет речь, о каком наговоре, о какой клевете идет речь. Конечно, некоторые, я понимаю, что подразумевается обвинение в прелюбодеянии. Но вот что самое интересное. Меня что интересует. Я столько лет занимаюсь этим, столько лет нахожусь в центре шиитского мира, общаюсь с шиитскими учеными, учителями, студентами и учениками духовных семинариев. И никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то говорил, что она совершила прелюбодеяние. Да, то есть возникает этот вопрос, естественно, как и в сунистском мире. Но то, что мы можем, то, что я, по крайней мере, мог наблюдать, это то, что отрицается нашими учеными. Нашими учеными отрицается, что она совершала когда-то прелюбодеяние. Наши ученые этого не утверждают. Поэтому, если вы говорите, что мы, шииты, утверждаем, клевечим на Аишу и утверждаем, что она совершила прелюбодеяние, то, пожалуйста, приведите хотя бы цитату одного нашего ученого, который это сказал. Одного нашего Марджата Глида, одного нашего религиозного, духовного лидера, одного нашего какого-то ученого, исследователя, историка, который сказал это. Сказал о том, что она совершила прелюбодеяние. Вы не найдете такого, нет такого. Наоборот, наш ученый утверждает об обратном, что она прелюбодеяние не совершала. Поэтому, в связи с этим, удивительно, откуда это берется. Естественно, это все понятно. То есть, как бы удивительно с одной стороны, но с другой стороны совершенно все понятно. Почему? Потому что в сунистском мире и в особенности, в первую очередь, в салафитско-ваххабитском мире не принято непосредственно изучать то или иное течение убеждений и взглядов того или иного течения. Они изучают кого-то по слухам. То есть, у них привычка такая, у них методология такая. Они изучают те или иные течения, те или иные религиозные учения. И представители тех или иных религиозных учений исключительно по слухам. То есть, они никогда не возьмут и не будут читать книги самих шиитских ученых. Они идут и читают книги других людей, которые пишут о шиитах. Например, некий Мухаммад Амин, который является писателем, египетским писателем. Вот он, например, очень много навыдумывал про шиитов, и его вот эта вот книга стала эталоном в суннистском мире для изучения шиизма. Стала своего образа пособием для изучения шиизма. И он там утверждает, что шииты обвиняют Аишу в прелюбодеянии, что шииты считают, что Джабраил ошибся и передал послание Мухаммаду, а не Али. Ну и так далее. И все вот эти вот сказки, которые вы наверняка неоднократно слышали. Вот он, Мухаммад Амин, насочинял. И для суннистского мира, и в первую очередь, я подчеркиваю, для салафитского, ваххабитского мира, это стало своего рода пособием, учебником фашизма. Если кто-то из них хочет пойти изучить шиитов, они идут читать книгу Мухаммада Амина. Или же тех, кто свои книги скопировали с книги Мухаммада Амина. Почему? Потому что после того, как Мухаммад Амин написал свою книгу, многие просто там копировали, копипасты делали. Как, например, в случае с Ибн Тейми. Ибн Тейми в своей книге однажды сказал глупость, что шииты помогали врагам ислама, помогали монголам захватывать Багдад. Он сказал это просто выдумав, ниоткуда не взяв. У него не было доводов и доказательств. У него не было оснований. У него нет чего-то документально подтверждающего это. Он сказал, а все остальные просто начинают копировать это. Просто начинают копировать и распространять. И задумываются о том, а где источник, на что это опирается, с чего это взяли вообще. Точно так же и здесь Мухаммад Амина что-то, какие-то глупости написал. Все остальные копируют и распространяются, изучают эти книги, как пособия и учебники фашизма. Но будьте мужчинами, имейте мужество, имейте честь, совесть. Приведите хотя бы одну цитату нашего ученого, который сказал бы, что Джабраэл ошибся. Или одну цитату нашего ученого, который сказал бы, что Аиша совершила прелебодие. Нет, вы же слухи распространялись.